Добрый день уважаемые подписчики сегодня погуляем вокруг Красноярска река Енисей очень мощная большая река крупный город Красноярск на природу иногда хочется и где-то побродить погулять отдохнуть на свежем воздухе вот человека поинтересовался где был он мог здесь посмотреть как выглядит природное золото вот если по дорогам смотреть да вроде как сюда проще куда-то проехать или вот в эту сторону да получается если смотрим по рельефу я тут немножко посмотрел то в этой стороне рельеф как бы сглаженный или вот на эти сопочки ехать но это далеко от Красноярска получается как-то надо объезжать проще наверное вот в эту часть проехать но здесь маленькое но вот в этом месте заповедник стал бы поэтому очень аккуратно заповедники делать нечего не заходите то есть по реке ман можно пройти она не протекает по заповеднику лучшую верхнюю часть ее отправиться то есть вот район урман береть урман то есть вот заповедник как-то вот так вот проходит здесь вот находится он и с правой стороны река ой как она базай да вот это вот река то есть сам заповедник вот в этом месте находится то есть очень аккуратно очень-очень-очень ничего там делать привлекут сразу и правильно сделают не стоит не не зря делали заповедник тут и так мест побродить есть очень много тем более дороги вон здесь везде всюду есть проехать нужно побродить есть где места интересные места интересные и даже если вот посмотреть по фотографиям он сразу видно галечник видите на краю то есть сплав галечник увидели и остановились и промыли это река мана река крупная мощная подмывает горы разноцветные о смотрите прелесть какая смотрите какая черная скала и галечник такой как будто жженый коричневый и прочее все вот ближе к этой скале вот в этих вот местах и сделать промывочку все тут даже не надо фантазировать вот отличное место это где жжер жжу населенный пункт ничего не видим большой умгут жжу вот эти места да получается здесь не видно ничего там не конечно понравилось так что за скала тоже видно что-то чего-то но мне кажется здесь известняки какие-то метаморфизированные что-то их немножечко покорежила прогрела но не до конца здесь тоже как-то слои вон как вертикально видите подняла то есть сдыбила и тоже вот здесь жженное все и здесь чернота виднеется но здесь негде промыть если только что подводным поиском заняться подводным поиском заняться тоже видимо известняк и его хорошенечко обработала теплом здесь слои горизонтальные мы видим то есть смотрите на слои где горизонтальные в принципе там делать нечего где светлые породы тоже делать нечего нас интересуют темные породы и слои под наклоном галечник вот смотрите вот слои пожалуйста как идут видите градусов 60 наверное и цвет зеленковатый на мой взгляд или компьютер так передает или что-то но зеленцой хлориды похоже что-то на сланцеватые породы потому что видите какое разрушение вполне возможно хлоридовые сланцы и вот пожалуйста внизу вот здесь вот попробовать промыть это где у нас уже и потерял ну то есть это на реке мана тоже вот галечник прекрасненько все здесь виден здесь галечник видно перекат то есть по реке вполне нормально можно прогуляться и или как это населенный пункт кожелак ну то есть кто там живет ну вот пожалуйста видите слои под углом и измененные в цвете вполне возможно что-то чего-то так скажем интересное здесь быть но здесь не сильно конечно так слегка ладно будем смотреть будем смотреть вот справа от заповедника если ну как вот мы на карту смотрим базаиха речка вот они я говорил заикался смотрите какая прелесть какой перекатик да естественно здесь галечник на дне здесь непонятно что за породы но чернота виднеется а вот что там надо смотреть на месте ну и лучший ответ это конечно промывка тоже вот здесь можно предположить что и галечник ух какие обрывчики до ну ой какая красота смотрите галечка все дно речки усыпано камешками окатанными вот стали здесь и промыли пять десять ведер и результат в лотке у вас сразу появится да да нет нет как говорится не фантазируя не думая ничего реки эти древнейшие тут уже мылось перемывалось все они постоянно петляли где то что то чего то угадать где в этом по всем вот этим а это хотел сказать о а хотя это ручей на самом деле вот он ручей просто ручей через дорогу естественно никто здесь не отсыпку не делал это местная галька местные камешки то есть по всем ручейкам которые впадают в основные реки есть смысл прогуляться посмотреть к сожалению тут по дорогам фотография не по речкам не по ручейкам ну как всегда это наши так скажем трудности ладики не будем мы выискивать красивых фотографий камешки есть руслах бродить 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 кто живет в тех местах тут прекрасно все знает и без меня я общую тенденцию покажу в каком направлении двигаться а там уже примите сами смотрим геологию вот красноярск у нас открываем две карты м46 3 м46 4 река базаиха здесь заповедник который табу вот так вот он у нас все на него не смотрим и с этой стороны у нас река мана и вот сразу тут бросается в глаза хотя геологи здесь не отметили наличие золота но по моему здесь стоит побродить вот по этим ручьям повнимательнее чуточку вот речка бежать она идет как раз по краю и по моему здесь будет что-то интересно река не гнет вот здесь вверху я ну то есть левые притоки реки мана в нижней ее части следует пройти вот тоже приток здесь точнее их тут несколько ну вот в этой части бы я бы поплотнее бы прошелся по этим местам ориентировка совхоз красный партизан вот такая петля это у нас на это это манский получается да вот она петля это и вот на эти ручьи здесь как-то добраться можно тут можно и по реке пройти нижняя и вот здесь речка течет вот и ее видно а вот здесь она хорошо все вода вот есть здесь вода есть а это нижняя тоже другая здесь вот как там медведи я не знаю есть нету это уже местным виднее сами решайте река широкая перебраться тоже как это вопрос ну желающие погулять погуляют посмотрят что где чего только естественно все с головой делать без лишнего оно того не стоит все понятненько да то есть ориентировка манский и от манского через речку мана в горы все вот эти ручейки особо тут фантазировать не надо просто их методически обходить вот да вот мы смотрели с вами вот как раз обижать уже будет вот здесь нижнюю вот мы видели с вами и лиственная вот сюда давайте попробуем бежать так после этой петельки такая и вот такая вот она ну вот она бежать а кружка сейчас называется кружка получается да все это вот она ну и все по ней больше больше тут ничего не придумаешь просто идти по ней и метров через сто там брать пробую сколько здесь 7 километров маршрут два дня работы еще раз смотрим петелька так и вот такая петля петелька и вот да это бежать здесь она отмечена так а там по-другому курушка все по вот этой реке вперед то есть вот речка и вот речка ну и заречная лиственная вот это вот все это самые лучшие ищите сланцевые породы должны быть здесь сланцы и если найдете сланцы там более так скажем детально более объемно промывайте в сланцах ищите жилки кварцевые и будет вам как говорится счастье что пойдемте на вторую речку базариха нет а не ругайтесь если я неправильно ударение произношу значит смотрим еще раз значит здесь заповедник лучше здесь пройти его и он получается где-то у нас как раз вот так вот до этой интрузии то есть после этой интрузии у нас уже получается территории свободные то есть интрузивный массив палеозоя и вот наклон 75 градусов слоев здесь 60 то есть когда-то осадочные породы отложились горизонтально а потом их интрузивный вот этот массив когда он прорывал эти осадочные породы он их поднял 75 градусов соответственно в этих вот местах был мощнейший прогрев циркулировала водичка и вполне она могла принести золото то есть этого исключать нельзя то есть вот он ручеёчек вот ручеёк вполне 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 так сейчас мы посмотрим см1кс конгломераты песчаники кварциты глауковые песчаники известково глинистые исландцы не очень радует вот интересно смотрите кварцево-хлоридовые сланцы вот обозначение ПТ2КВ глинистые сланцы они все штуки это не то немножко и вот смотрите зеленокаменные диабазовые порфириты и тыры-тыры-тыры-тыры вот самое интересное из всего этого это вот это вот обозначение для нас попробуем их поискать ПТ2 так ПТ2 и аж вот оно у нас да получается это вот это вот да а нам надо вот такое обозначение так здесь неинтересно здесь лесники изъяснят нам неинтересен неинтересен нам подавай что-то 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 другое а во смотрите во 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 ПТ2 2 КВ то есть а здесь есть у нас разрез разрез сейчас мы его откроем и посмотрим смотрите разломов здесь сколько так это все у нас получается что мана речка вот а во и кстати смотрите геологи здесь увидели золотин и вот золотинка есть так что малый унгут малый унгут большой унгут лебяжья шишкина то есть вот эти вот это сторона это сторона река большой унгут ну да здесь большое количество разломов всевозможных смятий перемятий интрузии присутствует и как мы уже говорили вот в этом месте очень перспективно получается вот эта речка да тюлюб населенный пункт чертова гора новоалексеевка так разрез сорок шесть четыре мана 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 так pt2 ну вот он как раз смотрите какое идет смятие мощнейшее то есть слои по-всякому здесь и здесь вот интрузия получается вот интрузии вот интрузия здесь вот интересное местечко здесь разлом тоже река мана течет по таким вот местам а вот еще значит что вот еще интересное вот такие вот изгибающиеся полоски то есть pt1br есть видите без вот этих волнистых линий вот здесь очень хорошо видно разницу то есть а здесь с волнистыми линиями что это такое волнистые линии подкрылась вот зоны мигматизации здесь и здесь и здесь зоны мигматизации то есть здесь присутствуют так скажем как бы обрезки лавы так скажем не вот интрузивный массив это лава расплавленная да а здесь кусками то есть перемешка вмещающих пород и лавы то есть это не переплавленный материал смесь такая грубо говоря какие-то хлопки там были выходы там прострелы проколы все это перемешивалось смешалось и очень огромное количество в этом месте всевозможных трещинок то есть можно предположить что в этом месте может быть штакверковое месторождение в этом в этом в этом то есть порода здесь пронизана была первоначально сейчас она уже вся заполнена первоначально огромным количеством трещин по которым соответственно циркулировала водичка пусть меня геологи простят немножко может быть не так формулировки говорю но сам принцип если вот в этом месте видим да складочки просто развернула и подняла под градусом да видим мы и все здесь тоже произошло смятие и преобразование да пород то здесь в осадочные породы еще внедрились куски магмы то есть тут был такой некий перемес не совсем все сломало слои так и остались но произошли все равно такие изменения более серьезные нежели в простых породах в осадочных смысле которые первоначально были то есть вот эти места есть смысл очень детально конечно для предприятия это было бы вообще забуриться хотя бы метров на сто бы вот осадочные породы здесь четвертичного периода да вот эту долиночку бы конечно тут метров там 10-20 пробурить бы вот тоже в районе реки Мана вполне может быть россыпь это это у нас получается а ну вот 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 она зелененькая да интрузия ну зелененькая да это вот а ну вот вот это вот часть вполне ее поближе конечно вот к этому а ручей вот этот вообще все правильно ПТ-2 КВ ПТ-2 КВ Кузилы Рогообманковые и кварцево-хваритовые слампы ну все Гобровы фиболиты вот эту территорию вот этот ручеечек хотя здесь стоят пустые шлихи но я бы прогулялся бы если бы я жил в тех краях я бы сюда в первую очередь пошел бы здесь бы по реке Мана прошел бы вы видите здесь разные интрузии и разные да вот это место вот то есть нашел я это место и мы видим что оно вот так вот нарушено Голубевка 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 Речка Мана здесь похоже брали галечник потому что не перемыто а просто копали то есть извлекали ну вот карьерчик какой-то есть что тут делают не ясно ну в смысле вернее этот понятно что камень добывает то есть это не промывка если бы здесь промывали здесь немножко по-другому прельеф был здесь дамба какая-то а может туда бывали ну по крайней мере сюда можно проехать сюда проехать можно и посмотреть побродить здесь проехать по ручейкам здесь вот что-то чего-то какая-то территория мне все-таки думается что если если добывали то галечник скорее всего вот в этом месте не то потому что тут было бы разработано бы все бы все вот эти петли были бы перемыты рельеф был немножко другой бы ну посмотреть просто то есть вот это место вот голубейка вот ну сюда чуть-чуть подальше тут место болотистое в принципе вот еще что болотистое все понятненько ну и вот эту сейчас я речку найду это у нас получается это у нас получается так петля вот такая у нас вот вот она где вот вот таким округом а вот вот эта река вот эта река у нас и мы и мы Митькина речка у нас здесь проезд конечно никакой ловенька я ставлю точку а там уже вы решите сами ехать сюда куда или не ехать в самой реке конечно мана нереально где-то здесь что-то чего-то а вот на притоках на ручейках на ручейках будет промыто вот на этих ручейках на карте видно их вот они стекают еще смотрим здесь они вот эти ручейки и вот как раз получается эти отложения то есть сюда и вот вот и вот 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 по этим к сожалению это не Казахстан не Узбекистан здесь все деревьями заросло и пород не видно здесь мы ничего не увидим здесь все все в деревьях все в деревьях голубевка и на обратной стороне от нее вот этот массив сколько здесь получается пять километров на недельку ехать сюда и вот на лодке можно зайти в любой из этих русел и где-то стать лагерем и уже от этого места по ручейкам пройтись да здесь только на лодке надо ну ну все вот это вот место я предлагаю ну если по реке базаиха вот так вот двигаться ничего интересного я не вижу такие вот одиночные моментики но специально сюда да забираться это из одиночных таких я бы не стал потому что все штуки это не на автомобиле проехать здесь вот ртуть обнаружена хрон зона это верхняя базаиха населенный пункт ориентировка ну здесь все везде известняк есть разломчики небольшие да есть вот такой район шахматово вот мы шахматово да получается 55 85 наклоны слоев 60 градусов то есть 70 здесь но это если не специально только сюда ехать не специально здесь вот разломчик этот не специально и сюда дальше мы поднимаемся не у базаихи ничего впечатляющего я не вижу известняки известняки а куда базаиха делась все она уже закончилась получается да все базаиха закончилась на новоалексеевке на ручье она распределяется и заканчивается точнее отсюда она начинает свое а здесь уже мана речка все ману мы с вами разобрали ну и все тогда всего доброго как говорится это гидрогеологический разрез здесь очень хорошо видно как происходило смятие пород вот рикомана да и масштаб здесь немножко так скажем более увеличен вот 100 метров если там километровая да то здесь сотенька то есть каждый вот такой слой это там сколько 10-20 метров да отложений получается вот так вот земля так скажем сминала все то что было на дне океана когда то а потом все это смело превратила в горы помимо это вот видим это туда отложение каменноугольного периода и вот они вот таким вот образом и сюда ну то есть вот они и вот эту часть всю смыло снесло ну даже вот вот этот кусочек взять вот продлить вот так к примеру да помимо всего прочего вот разлом подвижка была сильная куда двинулась да вот эта часть скорее всего опустилась получается тогда опустилась она вот отложение это же и вот это все размыто вот эта часть вся размыто и вот она получается у нас метраж то есть сотни метров размыто когда кто-то говорит что вот речка мана да вот она игрушка самая натуральная кто-то говорит вот в речке сегодняшнее отложение золото происходит что вот речка течет павода к весною мыл ребят посмотрите сколько смыто породы то есть даже взять 100 метров на 1 квадратный метр 100 кубометров перемыто и все это на плюх вниз и легло в русле русло которое почти не видно вот в этом рельефе вот смотрите вот если это вот так было вот это все плюхнулось и сползло сюда в ману вот со всего этого объема но какая весенняя речка тут намоет золото вот оно все сползало все вот это что разрушалось вот этот весь объем вся тяжелая фракция вот сюда то же самое здесь вот мы видим слои идут они размыты то есть какие-то мощные водные потоки вот это все перемыли что это были за водные потоки неведомо то есть вот эти слои ровненькие мы видим они не смяты не перемяты ничего значит вот это промыла вода ну не динозавры же копали правильно а если вода перемыла значит она унесла легкую фракцию а тяжелая фракция вот здесь вот легла вот беда в том что здесь очень низкая вероятность что вот в этом объеме было золото если вот на мане есть надежда мы видим смятие и во время смятия происходили какие-то катаклизмы и циркуляции водных растворов то там вполне могли образоваться кварцевые жилы да или вот как здесь разлом мы видим и вот тут вот гора была и вот этот разлом сюда продолжался в этой горе образовались кварцевые жилы их во время разрушения смыло в большой Унгутсю понимаете да вот вот ясоуловку взять да то есть со всего вот этого склона сносилось сюда вниз вот они четвертичные отложения мощнейшие получаются но вероятность что здесь что-то есть очень низко потому что здесь ну ничего просто нет здесь просто известняки глины всякое всякие осадочные породы все больше ничего здесь нет и соответственно вот этот галечник и эти четвертичные отложения это будут из вот этих пород отложения то есть для нас они не интересные а вот речка кара чуль видите как раз разлом и подвижка то есть вот это вытолкнуто было это вниз если по этому разлому была циркуляция каких-то растворов то вот в этом русле как раз вполне может что-то быть то есть вот это было вытолкнуто вверх часть соответственно был размыв здесь куда оно делось оно не осталось оно вот смотрим что выше этих пород должны быть еще вот эти вот породы вот породы юрского периода их здесь мы не видим то есть они все размыты все вниз то есть вот по склону все вниз а еще раньше вот было здесь здесь там 200-300 метров сколько все оно сползло вот сюда вот здесь вот вполне можно побродить и то это потому что здесь разлом вот этот вот соответственно смотрим разлом и заглядываем вот в это место ну конечно лучше всего где интрузия где интрузии ну вот это место понятно дело подвижка подвижка была и вот хорошо видно то есть вот это видимо выдавилась часть ее сломала загнула то есть она раньше была ровненькая ее и сюда завернула и вытолкнула вот здесь нам ничего вот с горы куда если здесь что-то было с горы куда сюда кстати вот базаиха речка о которой мы говорили вот вполне с разлома могло в нее и снести материальчик ну все тут гадать как угодно можно просто идите по реке и промывайте идите и промывайте галечник увидели промывайте сланцы увидели в два раза больше ну вот район голубевки где мы смотрели с вами похоже что это были карьеры по добыче гравия скорее всего мы видим рельеф не настолько выраженный четко только местами есть глубокие врезки а так он сглаженный и долины рек как бы все ж таки уже такие плоские широкие ну вот видим да ну здесь торфа 10-20 метров как минимум а то может быть и того больше то есть старателю надо конечно по ручейкам смысла совершенно нет по самой реке это нереально вот даже вот на такие косы выходить ну что он здесь накопает то же самое и речка мана где она у нас тут карьер какой-то да ну а она 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 да здесь что то есть какие-то карьерщики есть но местные лучше разбираются они увидят конечно узнает что это за карьеры такие ну скорее всего похоже на то что здесь по грязно бывают оно что-то другое ну видно что именно так вот копает так а здесь что а может известняк светлые породы водичка не очень хорошо видно вот это место где мы с вами смотрели чем можно побродить дороги есть долины конечно везде плоские врезок нет таких старателю одиночки будет тяжело конечно почти нереально что-то чего-то но куда такая долина то есть вот на эти ручейки на боковые уходить надо потому что здесь ничего вот как говорится было поинтересно видите обнажение скал да здесь какое-то смятие но здесь светлые породы известняк здесь ничего не найдете ну все наверно удачи на просторах да все долинки плоские все абсолютно все это значит торфа там ой 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 какие по ручейкам по ручейкам по ручейкам все удачи да 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 Продолжение следует...